здарова тигры так сегодня распакуем вот такой вот корпус заказанный с озона за доставкой получилось 2 900 здесь он получается на онлайн тренде 2 880 но плюс 200 рублей доставка так что самый выгодный вариант это все-таки озон так моделька это гензи или гензу гензу и 350 не давайте описание почитаем самый дешевый корпус который я нашел один из самых дешевых корпусов которых я нашел с передней стеклом и с боковой пластиковой стенкой есть еще дешевле я его заказал покажу следующий раз он стоит 2 500 но там обе стенки получаются у него стеклянные но это следующем выпуске выйдет этот выпуск потом выйдет сборка этого корпуса на md 8150 соберу так и давать описание так подходит от x mtx без блока питания высота так там еще установлена три кулера с rgb подсветкой далее материал пластик сталь боковое окно ну и особо больше ничего остальное все покажу уже наглядно на самом корпусе а вот еще есть корпус они туда с одним вентилятором вот я хочу заказать вот этой фирмы s1 st player этой фирмы только корпус идет с тремя спереди вентиляторами и один сзади то есть четыре вентилятора не rgb подсветка ну посмотрим что придет и там идет каленое стекло спереди и каленое стекло сбоку здесь получается за 2 100 у нас rgb полоска и rgb наверное не знаю может даже не rgb на описание смотреть ну ладно сейчас не про этот форм-фактор такой же от x mtx так больше ничего так давайте перейдем к распаковке самого корпуса и посмотрим что же у нас есть ну что ж пришлось мне его открыть в озоне то есть проверить чтобы ничто не было сломано что потом предъявляют предъявлять на месте поэтому я его там открыл но думаю уже его тоже открывал запекнуть почему-то обратно не смог туда я забыл как эти располагались по тип пенопластки ладно давайте достанем я учу и запихал так хорошо корпус очень легкий прям очень легкий так одену перчатки как показала практика при первом вытаскивании слишком маркая поверхность очень марка сам корпус черный черный матовый и оставляют очень сильно жирные пятна знаю почему так принципе вся распаковка два куска глинопласта коробка без опознавательных знаков а не вру коробка фирменная просто еще в салфане это зона так переместимся на стол посмотрим все таки что у нас тут есть вот у нас вот такой вот корпус получается так на передней части у нас стекло каленое стекло немного матовая за ним два вентилятора rgb обязательно весь корпус покажу со всех сторон как работает подсветка так на передней панели не знаю видно видно да кнопка включения кнопка сброса перезагрузки reset usb обычный микрофон наушники обычные два обычных usb и usb 3.0 по передней части все еще хочу сказать когда только открыл коробку и достал туда стекло было приклеено наискось и вообще она приклеена на две полоски двухстороннего скотча пришлось отрывать переклеивать сейчас принципе все ровно забор воздуха вентиляторов идет с боковых частей вот здесь вот есть если вы видите такие ребра забора и там рифленая поверхность как уже сказал черный матовый корпус очень марки то есть чуть-чуть видно не видно вроде видно чуть-чуть трогаешь руками и остаются пятна причем остаются так прям остаются остаются так давайте откроем заднюю крышку все так крышки угли крепится на барашках так снимаем барашки так она у нас смещается нет она смещается заднюю часть так здесь видим все пространство для проводов принципе закрыто но есть вот такие вот выводы чтобы провести провода забор так сказать проводов ну принципе для такого для такой цены потянет но вот забор воздуха маловат конечно крышка не сказал бы что совсем тонкая но звон есть так задняя часть задней части уже видим установленную планку под материнку место под блок питания установка блок питания с верхней стороны сзади установлен 1 120 вентилятор планки выламываются и здесь декоративная вот такая вот заглушка которая снимается пластиковая сейчас не буду снимать она снимается и этот ставится закрывает для красоты самое интересное перейдем к боковой части здесь у нас орг стекло матовая а этот затонированная темная в пленке выглядит очень красиво и так же на барашках плюс то что обе стороны стекла защищены пленкой поэтому пока вы собираете компьютер вы не запачкайте внутреннюю сторону после сборки можно подрать обе пленки и уже стекло будет не заляпано так снимаем пластиковое стекло около двух трех миллиметров на скорее всего 2 миллиметра 2-3 миллиметра так и попадаем внутрянку внутрянка у нас принципе приемлемая ничего страшного не увидел все вентиляторы подключаются на atx и ой molex на тыс подключается на molex выход usb 3.0 на переднюю панель подсветка кнопки usb обычная и аудио выход кнопка включения кстати чё нам пишут так инструкция по эксплуатации и гарантийный талон это у нас так видим вентилятор с подсветки с подсветкой вкрученные уже как они не подиума как сказать ну и вкрученные винты под установку материнской платы единственное что не понравилось что на форм-факторе atx 1 получается вот здесь вот за жесткими дисками то есть по к ней отвертка не подбора не подобраться будет будет ее сложно закрутить если трещоткой попробовать ну короче здесь неудобно закручивать нижнюю остальные принципе все в доступе подкрутить закрутить можно так установка жестких дисков у нас получается здесь салазки под жесткие диски под один жесткий диск один жесткий диск можно установить сверху так вот такой возьмем на 750 так и стоит он у нас сверху вот так вот в салазках он у нас получается закрепляется салазки и уже вставляется на место так также есть два места под ssd на стенке раз-два можно прикрутить ssd так здесь уже у нас расположится материнка и здесь у нас будет блок питания стоит на ножках и у нас есть возможность еще подключить дополнительно так сколько у нас тут примерно на выдув дополнительно на выдув на выдув можно установить вентилятор в нижнюю часть будет выдувать 80 на 80 все больше особо ничего интересного в корпусе нету давайте подключим подсветку посмотрим как горит подсветочка вот так все это выглядит снаружи как уже сказал все подключается на molex там переходник на переходник на переходник то есть вот он видно его не вот такой ргб подсветки они никак не уменьшается не прибавляется ргб подсветка как она есть так и есть они вру это получается у нас кнопка не рассет все-таки кнопка изменения подсветки соответственно у нас все-таки бог стоит там так ну давайте чем здесь переключение красное зеленое надо будет цвета менять так это это чисто красный чисто зеленый чисто синий чисто желтый фиолетовый короче регулировка подсветки у нас присутствует можно даже ее выключить и соответственно на любой вкус и цвет можно будет оставить подсветку то как она будет работать надоело подсветка вырубаем единственно что придется долго щелкать очень долго придется щелкать чтобы ее выключить так вот я выключил что давайте подведем итог вот так вот будут убраны провода если они будут выходить через верхние отверстия и уже выходить допустим на материнку на другие какие-то на смать ой на мать на короче 24 пин 8 пин будут выходить так этот провод как-то приберется сзади крышка будет все провода будут закрыты спереди получается сетка дует кстати довольно нормально хотя одну забор воздуха будет плохой так и выдувает тоже прилично наклеил дополнительно светодиодную ленту на видно будет сделать что видно будет сделать светодиодную ленту подсвечивала ну правда судя что будет еще крышка хотя она сейчас так как она будет у нас так будет крышка в принципе все должно быть видно она уж больно это какая-то матовая если снимутся обе пленки я думаю будет достаточно да будет достаточно без двух пленок видно так не знаю сказал не сказал это это не reset там подключен на рассе да есть и reset но он подключен на управление светодиодными фонарями ну то есть этими вентиляторами и управляется подсветка довольно много всяких разных ну точки видно конечно можно выключить ее полностью так по задней части вот так вот все провода вышли сюда ну это все не прибрано это все приберется и подключится ну как то так неплохой корпус за свои деньги судя что еще вентиляторы но есть дешевле не знаю через сколько дней покажу но через несколько дней покажу еще интересный корпус который скорее всего себе ставлю там переднее каленое и боковое каленое стекло блок питания там снизу ну ладно все увидите что я сейчас объясняю по этому блоку все понятно можно было бы конечно еще добавить светодиодную ленту куда-нибудь снизу или сверху не знаю чем подумаю на сборке добавлю еще поди светодиодную ленту ну короче все увидите ладно всем удачи всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайк ну так далее сами знаете на тигр пока